Бобровые хатки Пойдем Всем привет Сегодня у нас совместный поход Поход одного дня И в совместном смысле Канал Реальный Бушкраф Канал Андрей Мураев Мы сегодня идем Походить по лескам, по долам, по полям И между делом Мы тестируем сухпайок С собой? Давай У меня в рюкзаке еще На обзоре недавно был Сухпайок пограничных войск Украины Хочется проверить В реальных условиях На протяжении полностью всего дня Насколько он Дает силы и вообще Насколько он достаточен При том, что при хороших физических нагрузках Подъемы, спуски и так далее С нагрузкой Точно такой же паек Они абсолютно одинаковые Особенностью этого сухпайка Является то, что он суточный То есть в этом сухпайке Рацион рассчитан на одного человека На одни сутки Ну вернее на трехразовое питание На трехразовый прием пищи Давайте покажу Поближе Все надписи Значит это выглядит Вот следующим образом Производитель Калорийность Калорийность Здесь мы имеем 4198 килокалорий Во То есть для одного человека С хорошими физическими нагрузками Этого скажем так Более чем достаточно Почему? Потому что Ну допустим Сколько ты весишь? Где-то 80 Где-то 80 килограмм Твой нормальный рацион Как диетолог говорил Твой нормальный рацион При Хороших нагрузках Да? Целый Каждый Ежедневный Должен составлять Где-то 3-3,5 А здесь 4 С запасом Да То есть Ну посмотрим Чего здесь Как здесь Располагаемся Сейчас у нас Ну Ближе к утру Ты не завтракал? Нет Я тоже не завтракал Вот Посмотрим Как этот рацион Хватает на день Не хватает Пусто-невкусно Достаточно Или нет При любых раскладах Полностью Везде не обходимся Только этим Да Ну у нас с собой Еще из того Что можно употребить Вовнутрь Только вода Вода и все Больше ничего Все Едим отсюда Распакуем Прелесть Сухпая в том Что Утро Завтрак То есть Обед и ужин Здесь лежат В отдельных Попехах Вот Достали Первый И это у нас Че это у нас? Обед Неправильно Уложили Обед сверху Так Второй достали Здесь у нас Ужин И вот только Вот это Завтрак Да? Да Это завтрак Завтрак Отложили Ужин На низ Сверху Обед Теперь они Лежат Правильно Так Это До конца Дня Отложили Вот один момент Натуральный И прочеркнутый Ааа Прочеркнутый Да 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 Они там в принципе есть Но здесь указаны Именно те Ааа То есть Здесь стандартный набор А чего надо Ставят количество Чего не надо Просто прощеркнуть То есть чай, например, нет. Я понял. Ну, смотрим, что здесь. Пакет, кстати, следует заметить, очень прочный. То есть мусор сюда складывать, то, что надо. Так, галеты раз, галеты два. Основное блюдо каша перловая с говядиной. Это я не знаю зачем. Это будет дофига. Ну, не знаю, посмотрим. Паштет печеночный. Салфетка влажная. Она же чай. Кофе. Два пакетика сахара. И обычная, тряпочная, бумажная салфетка. Все. Приступаем. Начнем, пожалуй, с основного блюда. Вот так вот. Это как сопли. Выглядит, а то, конечно, страшненько. Как паутинка. Покажи на камеру. Ну, это... Ну, посмотри там. Ну, вот, может, даже немножко... А, даже безумно. Ну, вот, смотрите, да. Тут как канал плюнул и расстрел. Спасибо. Тебе тоже приятного аппетита. Нет, этот эффект возникает тогда, когда его наливают жидким. Ну, дружище, приятного аппетита. Ты-то распаковался уже? Я-то да. Очень вкусно. Да? Я правда есть хочу. Ну, запах не вызывает отвращения. Я, наверное, все консервы сегодня буду есть холодными. Ну, без разогрева. А ты при этом эксперимента, наверное, будешь греть, да? Я делаю в том, что я с утра это есть не смогу. Вот, ну, я гляну... Сможешь? Мне уже много. Ты сможешь. Так, все абсолютно идентично. Я рассказывать не буду. На обзоре оно у меня было. Уже этот сухпай. Ага. Вот тут, кстати, вот момент... А, что это? А, это время. Многовато соли. Да? Угу. Как по мне, соли много. Я уже ни разу упоминал тоже на своих роликах. Вообще аппетита особо нет. Овсянка лучше всего. Ммм. Ну, поскольку что-то нужно поесть... Поехали, покажи. Значит, вот он. Пахнет вполне пристойно. Пахнет чем? Паштетом. Не знаю, наверное. И хлеба у нас нет, поэтому у нас крекеры. Ты знаешь, перловка отлично идет без всяких крекеров. С крекерами будет суховато. Ну, как там с мясом? Здорово. Возьми зацепи. Да. Хотя это уже будет не чистота эксперимента. Ну, да. Паштет вкусный очень. Мне понравился. Третья, конечно, дубовая. Ну. Ну, в смысле, черствая? Ну, ноги. Нет, они не пропавшие. Абсолютно все нормально. Они такие дубоватые. А я так, почти банку каши налет. Тут, конечно, от индивидуальных особенностей. Кто-то с утра, наоборот, любит плотно надаптаться. И там, в течение дня только поддерживать. Для него это как раз удачный вариант. А я, например, много есть не могу. Послушай, могу, не могу, но ты обязан съесть эту банку. Не, ну. Написано завтрак, значит, ты должен ее съесть. А может, это слишком большой суп поет для меня. Кашку доел. Супер. Мне очень понравилось. И с утра, по-моему, надо есть много. А потом уже постепенно. Поэтому паштет печеночный, как крикера, кстати. Сухонько, да? Твердый. Но я ни одного еще не ем. Так, паштет печеночный. Ничего себе, упорочка. Очень порадовало, что банки идут с ключом. То есть не надо за собой консервный нож носить ничего такого. Это здорово. Но ложек нет. Да, вот плохо нету ложки. Действительно, тут ложку. Нужно свое. Паштет печеночный. Паштет, как паштет. Жидковат, по-моему. По-моему, жидковат. Ну, а что жидковат, еще и крекер сразу захотелось к нему. Ну, да, его хоть отдельно есть. Как по мне, крекеров много. Второй открывать даже не буду. Абсолютно. На закипающую воду пришлось поставить защиту. Ветерок немножко поднялся. Так, почти кипит. Кипит наш чай. Это кофе, насыпанный в чашку. О, отлично. Ну, а мне туда высыпь, пожалуйста. Прямо тебе. Так вот, сразу можно по итогам каким-то пройтись. Кофе мне высыпь, пожалуйста. Да. У тебя осталось, я так понимаю, две пачки крекеров не израсходованы. Я съел одну печенюшку. Да, все остальное не востребовано. Пачка крекеров, которая твоя, да, осталась. Сахар, да, салфетка еще в ход пойдет. Банка... Каша перловая. Каша перловая, да. Осиновый кол для убит... Сосновый кол. Здесь моих две пачки крекеров, салфетка. Ну, в принципе, из основного все использовано, кроме вот этой вот банки перловой каши. Вот, у меня это пока в резерве, не знаю. Вполне наелся паштетом, еще по замечаниям можно сказать, что все достаточно соленое, что вполне возможно увеличить расход воды. Согласен. Мне сильно не понравилось, что каштеберные салфетки, как зря сделано. Мне не понравилось, что нету ложки и нету ни жвачки, ни зубочистки. Ну, после еды, да, вот. Все. А так вполне пристойно, по энергетике, по-моему, очень даже здорово. Как кофе? Нормальный кофе. Пить можно? Ну, да. Растворимый обычный. Последний штрих к сухпаю. Салфетка влажная. Вот такие мы здесь имеем надписи. Вот так вот она открывается. Вот такая здесь. Слушай, она маленькая. Ну, я так и подозревал. Ну, вот она вот всего лишь вот такая вот. Ну, не знаю, там руки вытереть, мармизу протереть, по-моему, то что ноль. Пойдем. Приятно пахнет в химии. Приятно пахнет в химии. Да. Нормально. Ну что, мы собираемся и в путь, да? Да, все, двигаемся. Наша задача, помимо откушивания, нам нужно давать сопоставимую физическую нагрузку, да? То есть нам надо много идти и при этом сжигать калории. Иначе все это просто... Здесь хорошо еще будет сжигаться, потому что вроде бы солнышко, но очень ветреное, ветер холодный, пронизывающий. То есть еще и переохлаждение какое-то. Особенно когда М-65 без подстежки, да? Ну да, да. Рули. Водная природа. Да не, обойдем. Обойдем? Ну, может, лед не будет держать? Да, подстаял его. Можно рискнуть. Да вон там броды есть, пойдем. Не броды, а перешагнуть. Перешагнуть. Здесь? Давай. Смелый юноша. Да. Да. Погребневого вража. Вперед. Я думаю, вот до тех полусосинок, вот они, которые далеко. Ну, смотри, вдалеке? Да. Перед бережью? Да. Как считаешь? Ну да. Ну, дальше может проведем. Здесь ветра значительно меньше. Вот чуть выше начинаешь подниматься, начинает доставать. Ага. Задумали мы второй привал сделать костерок небольшой. Посушиться, погреться. Растительность сухостойная. Здесь растет по ручью. Она не влажная? Да, вот, не знаю даже. По мне, влажноватая. Ну ладно. Ладно, загореться. На растопку. Растительность все равно нормально будет. Да. Вот это лучше. Лучше? Давай. Тут организовываем стояночку. Сейчас сделаем костер. И, наверное, здесь остаемся на обед. Да, Андрей? Да, посмотрите. Поверьте. Здесь была стояночка древних людей. Видно остатки кострища. Здесь и заикаримся. Хотя ветерок сюда немножко достает. Но там дальше еще хуже. Да. Внизу по овраву ветра практически нет. Ну, штир абсолютный. А вверху по холмам ветер. Я так сильно понимаю, Владимиру делать нечего. Ортодоксальная похудническая растопка. Прошу вас, сумри, растапливайте. Огонек добыли. Немножко обогреться. Хотя ветра нет. Терпимо. Ну, наверное, пока суть до дела. Здесь, скорее всего, останемся и обедать. Дело у нас уже там... Берем, по-моему, да? Да. Если я не ошибаюсь. Вполне себе обеден. Да-да, пора обедать. Да и разогреть здесь можно сразу на огне. Чаю мало, а мы привязаны к сухпайкам. Поэтому чай с собой не брали. Ну, имеется в виду заварный. Поэтому будем что делать? Чай из сосновых иголок. Чай из сосновых иголок. Хло. Когда-то пил очень вкусная штука. На первый раз взгляд кажется диковато. На самом деле, да. И кажется, что будет горькое. Ну, например, все могут по аналогии, там, например, шашлык на сосновых ветках, да? Подумать, что очень горькое. Но на самом деле, ну, вкус абсолютно. Ну, горького вкуса ничего нету, да? Вот, допустим, тот же самый черный чай. Мне кажется, он больше горчит, чем чай, сделанный из сосновых иголок. Правда? Да, и насколько я считал, вообще весьма полезительная штука. Там и витамин С, и все на свете. Они какие-то сейчас... Это вообще-то это тонак. Как? Тонак. Тун. Туник. А. Несколько веточек. Берем крайние. Крайняя плоть сосны. Ну, срезанная с самых кончиков веточка. Нарезаем иголки. В принципе, можно и помельче, да? Чем мельче, тем быстрее они будут завариваться. Он уж больше насыщений заваривается. Ну, вот, собственно, этого вполне будет достаточно. Даже много, да, для двоих? Да, нормально. Давай в кружечку его, аккуратненько. Вот. Затем мы его заливаем кипяточком, настаиваем там, как чай. Сколько он заваривается? Минут 5-10, да? Минут 15 лучше, да. Минут 15. Ну, так и не чай, поэтому. Тем более, сейчас чай весь с красителями он моментально заваривается. Типа. Ну, да, да, да. Хотя нормально чай должен завариваться. О, сейчас мы сюда кропа и завариваем чаек. Она снимает вообще что-то? Нет. Тихоник. Вот такой у нас сосновый чай. Хвойный. Хвойный. Ну, я не думаю, что он полноценно заварился. Все-таки холодновато. Холодновато, да. Ну, вот и голочки. Вот ты переболтал, и голочки упали на дно. Да, посели все. Можно пить? Да. Сейчас попьем. И, в принципе, наверное, будем кушать сейчас. Да, пора уже обеднее обедать. Цвет, оно... Вы на зеленый чай бледный похожи. Да, да, да. Слабый-слабый зеленый чай вот по цвету. А мне? А куда? Там одни волки. А у меня кукса есть. Держи. Как тебе, кружечка? Хорошая. Я, как дурень, с этой кружечкой уже ношусь. У меня сейчас пакетик чая с сахара остался с завтрака. Я, пожалуй, даже с сахаром поизвращаюсь. Вообще, ортодоксально он пьется без ничего. Ну, наверное, без, да. Хотя я пил и так, и так его. Дело решили к обеду. Да, еще если уже полчетвертого практически. Да, 20 минут четвертого. Так, пакет обед. Одна банка основного блюда, да? Ну, на этом все. Два сахарных пакета, салфетка, чай, пакетик, салфетка мокрая и две пачки хлеб. Ну, мокрая сейчас пригодится после дров. Я думаю, с нее и начать-то сейчас. Значит, начнем с того, что погреешь банку каши, да? Я буду гретую, да. Ты там холодную вроде решил все время, а я буду гретую. Давай. И погрею на газу, в костер неохотно миску совать потом в рюкзак. Сейчас обгорит все. Да. Так, заводим горелочку. Ага. А сильно не буду. Не надо. Так, ну, что, посмотрим. Это у нас что? Это завтрак туриста. Ну, как? А, это просто мясо. Консервы мясные. Завтрак туриста. Говядина. А, это просто мясо без крови. Наверное, не знаю. Сейчас посмотрим. Это тушняк. Это мясо. Это тушняк. Я так понимаю, в Советском Союзе завтрак туриста выглядел по-другому. Значит, в Советском туристе, в завтраке туриста, была вот такая вот банка, наполненная грязной водой, землистого цвета. И там плавала, круглая такая, вроде как, тевтеля. Она называлась завтрак туриста. А что там из специй? Это не кусочек лаврового листа? Да, вот непонятно. Или подгорелая. Какая-то расползающаяся штучка была. Ну, это конкретный тушняк. Ты знаешь? Ну, даже немножко я не знаю. Ну, и я не знаю. Наверное, может, открывай кашку, с которой с утра у тебя осталось. Да нет, ну, это будет многовато. Многовато? Конечно. Я вот, ну, получается, мясо с крекерами у нас. Ну, да. Крекеры, причем, настолько неудобоваримые. Вот, как-то, вот они, крекеры, жесть. До сих пор стоят там колом, их не хочется и есть. Да, согласен. Они мало то, что невкусные, они еще какие-то твердые. Ну, да. Ну, получается, на обед мясо у нас без каши. Я почему-то ожидал здесь увидеть что-то немножко другое. Нормально. Так, ну, может, там подбулькивает, да. Слушай, может, я туда просто крекеров набросал? О! Сейчас идея. Я серьезно говорю. Сейчас, наверное, так и сделаю. Дерем именно. Я остатки крекеров сжал, только туда вот, прям. Так. Что получится, сейчас узнаем. Да, нормально, раскикнет, будет хлеб. О, как. С промком. Так, ну и... Мой обед. Второй комплект. Так, крекеры, крекеры. Понятая, да? Сильно деформированная банка. Ну, ничего, нормально. Так, тот же самый у нас завтрак туриста. Говядина. Салфетка обычная. Два стика сахара. А где чай? Салфетка мокрая. И чай. Ну, комплектация полностью попадает. Все то же самое. Смотрим. Ух ты! Что-то пожиже тут будет, по-моему, нет? Ну, тут вроде как одним куском таким. У меня больше по банке было оно распредоточено. А здесь только один куском. Ладно, давайте будем считать, что я турист экстремал и ем это холодным. Ну, как это завряд эти обзорщики тушника? Смотрите, волокна! Волокна! Да, это волокна. Да, это говядина. Ну, это 100% говядина. Воды. Ну, в вазе. Не знаю. Они в такой пищени в желудке у меня там не размокли до сих пор. Я думаю, нет. Они реально к каменюке. И вот здесь они вполне. То есть, если обычное пищение там в жидкость погрузило, она разваливается сразу. Моментально, да, да, да. А здесь вот они такие и остаются. Снимаем, хватит. Это тебе способ, во-первых, юшечку поесть, да? А во-вторых, как-то это вот крекер употребить в пищу. Ну, давай. Сейчас посмотрим. Ну, по общему итогу, вот кусок ощутимый. Волокна! Да, волокна. Остальное расползлось жиром. То есть, не настолько его тут и много. Немного волокон, да? Ну, мясо. Мясо. А крекер? Каменюка, да? Он резиновый стал. Форму свою все сохранило. Выживать и все хуже стало. Ну, в общем, кексы эти, ой, крекеры, как бы вообще здесь. Он пожеланный. Фу, спрячет обратно. Капец. Ну, ладно, обедаем что-то. Давай поставим водичку на чай сразу. Вернее, да, на чай. Чай у нас на обед. Ну, и будем трапезничать. Вода кипит на чай. Там крекер плавает, да? Да, что-то похожее. Ну, давай, давай, снимай. Он мне развалит. Так, это у нас вода на чай. Так? Что, два фагетика сразу завалим, разливаем? А потом разольем. Давай. Только крекер вы. Покрепче будет. Вот и моя ложка. Не знаю. Я знаю. Банку проверяли, банка с под тушенки, проверяли на возможность разогревания продукта самой банки. Ну, вот я бы не рекомендовал рисковать. Как опыт показывает, в банке обгорает лак, который внутри. Ну, поставь его, пожалуйста. Ну, он дает нехороший запах. И я не думаю, что это полезно для здоровья вообще. Вот, оно просто жарит. Вот, сразу выгорает. И плохо пахнет. И вонючая, да. Ну, не будем вонять. Фу. Ну, что, пьем чай с крекерами, да? Ну, по обеду у нас, получается, употребили все, остались только крекеры. Их есть вообще что-то очень не хочется. Так уже совсем... Это жутко пахнет. Да. Обед, скажем так, Как тебе тушнек? Съедобно. Съедобно. Мясо более-менее. Я бы все-таки не отказался, если бы это было с какой-то кашкой. Пусть такое же количество мяса и немного каши. Утренний. Ну, рис или что-нибудь. Лис будет вечером. Лис будет вечером, да. Ну, а мясное с крекерами все-таки пожевал. Вот. Лично для меня немножко несоразмерно получается распределение продукта. Завтрак самый объемный. Завтрак съешь сам. Да. Да. Ну, если по этому принципу, то все правильно. А ужин прямо в кулечке можно сразу врагу отдать. Ну, подкрепили. Ну, почему? Там лис обещается вкусно быть. Силы подкрепили. Так что пока ощущения нормальные. Мне кажется, на сутки это вполне всего хватит. Пьем чай. Да, пьем чай и двигаем. Основные претензии пока только к крекеру. Ну, да. Это не крекеры, не печенье. И хлеб он не заменяет. Какая-то сухая мука. Спрессованная. Очень плохо. Очень плохо. Пару слов про чай. Во-первых, то, что сразу настораживает, это чайный стик. То есть, без упаковки, без этикетки. Ну, с одной стороны, это может быть даже и неплохо. Но, с другой стороны, непонятная субстанция там находится. На вкус, ну, чай как чай. Наверное, самый дешевый чай, который вы покупаете в стиках, будет иметь такой же самый вкус. Сахарный стик. Очень большой. Здесь 15 грамм сахара. Несоизмеримо с теми стиками, которые вы используете. Да в три раза больше. Вообще, если у нас питание. Вообще, просто большой. Вот. Стик гигроскопичный. Здесь, если посмотреть, значочек. Вот он. Ну, в смысле, не гигроскопичный. Защищает от влаги. То есть, в этом стике сахар не отсыреет и влаги не наберется. Что, в принципе, очень здорово. Ну, вот так вот. А так, чай как чай. Ничего выдающегося. Ну, и никакого прям такого отторжения тоже нет. По-моему, здорово. Снимаемся с места. Что такое гигроскопичное? Я что-то размалил вообще. Тут у нас костер загорает. Ну, сыро. Ничего не будет, пускай остается, да? Да. Вот. И двигаем. Тут. Хотя уже очень хочется лечь поспать. Тут уже костра. Ну, не время. Не время. Пошли. Темнеет. Скоро, через минут сорок, наверное, будет уже совсем темно. Да ужинаем в темноте уже. Ужинаем в темноте, да. Да, двигаем. Да, пошли. Вперед. Класс, вообще ужасно жесткий, да? Идем в стиле охотника за кабанами. Вот здесь вот снегу, почему у нас-то? Потому что он южный склон. Снега нету. А это северный склон. Снег лежит. Но этот снег, который здесь у нас там держится, он, наверное, двумя или тремя дождями обильно смоченный. Это при том, что здесь снегу было, наверное, до метра. Вот. А потом смочило все это дождем, и он стал... О, Каменюка. Кость. Ну, спрессовала. Держит отлично. Кость. Снег. Снег. Слезов по натыканным всяких, разных, да еще по мягкому снегу, сейчас очень плохо видно. Кабан, козел, иса, собаки, ну люди видать выгуливают, много всякого следа осталось. Полезем туда прямо, давай, на сосне, да, взята, взята, рвает. Яблонь и дитя. А может домашняя, ну кто-то разозлил, ну мрачненько, да, да. Очень оттяжно. О, вышли на пахоту. Ага, по ровненькому пройдемся. Да. Ну дальше оврагами. Да. Почистим мело уже, аппетитно гулялся, будем скоро приваливаться, ужинать. Фух, ну там свет какой-то оборудуем, фонари, не знаю, костер будем разводить, нет, посмотрим по обстановке. Ну так еще думаю минут 15-20 и уже не успеем. Не успеем. Что-то привал какой-то. Не успеем. Значит, вот это вот овраг, вот он овраг. Вот дальше овраг, где вот этот вот, где белый склон. А между тем оврагом, который мы здесь находимся, и тем белым склоном, это вниз-вверх подъем и там вот кушери, там заросли какие-то, яблони. Ну, в общем, это долгая история. Да, ну минут 10-15. Пробуем. Давай. Так, это у нас третий привал, пакет с ужином. Добрались до ужина, да. Ну как добрались. Что у тебя такое, бутылка? Нет, чашка. Да нет. А, это мусорная. А, это мусорная такая. Ну, на избитке я буду греть. Ты холодную, я так понимаю. Да, я холодная. Давай, раскупоривай. О, уже что, дома. Собаки соколятся. Да, на подходах. Так, салфетка. Ужасные крекеры. У нас один будет озвучивать. Баночка с чем у нас? Рис с завядиной. Завядиной. Сахар. Вот, здесь у нас еще есть такой бонус, как мед. Мед. Натуральный цветочный написано. Руто. По 40 грамм. Да. Сейчас скажу точно. Нет, 20 грамм. То есть, два пакетика это 40. Ну, нормально. Все, да? Больше ничего нет. Салфетка. Салфетка и сахар. Сахар. И опять такой же. Ну, чай невкусный реально. Не знаю. Плохой человек. Да. То есть, такой мусор какой-то. Хорошо. Давай, располагай. Вот так это выглядит. По виду, немножко похоже на ту же перловую с мясом. Ну, только рисовая. Ну, только рисовая, да. Ну, давай ее в тарелку. Я на избитку, да? Я буду гореть, да. А тут у нас чай на газу. Каша съедобная. Но мясо вот совсем маленькие кусочки. В основном рис. Батенька. Такой дубоватый. Ну, рис. Слипшийся в мамалыгу. Прямо такие. То есть, зерен риса практически не видно, да. То есть, каша разваренная. Ну, да. Ну, все съедобно. И опять-таки немного солона. Ммм. Есть чуть-чуть. Не так может быть сильно. Но чувствуется переизбыток соли небольшой. Угу. А в целом, кушать можно. И, ну, даже пусть не окончательные пока не доели промежуточный итог. Вполне, по-моему, достаточный рацион на день. Ну, за исключением некоторых нюансов. То есть, какие-то шероховатости есть. Но все забываю сказать. Обзор по нему снимал. И сейчас реальные испытания. Учитывая цену. Ну, грубо говоря, 2 доллара. За суточный рацион. Ммм. По-моему, вполне себе. Достойно внимания. Ну, по крайней мере, за эти деньги ничего лучше, наверное, не купишь. Ну, адекватно попробуй покушать один раз хотя бы за 50 гривен. Даже покупай в магазине. Ну, может, один раз и покушаешь. Ну, а тут на день. Да, не гастрономические изыски. Но сытненько. И вполне можно без чувства голода провести день полностью. Поели. Теперь попьем чайку. Вот такой вот мед стик. Два стика, да? Здесь. Так. Сейчас. Секунду. Ложку. Вообще-то, конечно, мед было бы неплохо на что-нибудь намазывать. Но крекер для этого дела абсолютно никак не предназначен. Вот такой вот. По виду похожий на что-то светлое там. Ну, подсолнечник. Ну, акациевый белый был бы. Подсолнечник, что-то такое. Может, действительно цветочный какой-то. Да, или смеси. Это действительно мед. То есть, никакие не суррогаты, не подделки, ничего. Это правда мед. Но, опять-таки, хотелось бы какой-нибудь галетиную там. Или какой-нибудь пряник. Печеньюху какую-то, да? Печеньюху, да. Потому как просто так. Тоже неплохо. Лучше, чем ничего, по крайней мере. В целом, рацион понравился. Довольно-таки сытно. Более или менее вкусно. Едабельно. Вполне неплохая цена. Ну, стоит, однозначно стоит брать. Единственное, что, конечно, нужно учитывать вот все эти нюансы, которые выходят. В первую очередь, это плохой комплект по сервису. Отсутствие ложки, зубочистки. Отсутствие... Жвачки. Жвачки, да. И крайне было бы неплохо, если бы в рационах было что-нибудь сладенькое. Какой-нибудь пряник, кекс, какой-нибудь пряник, батончик, что-нибудь такое. Сладенького хотелось бы. Мед отличный, кстати. Мед это пятерочка. Мед на ура. А крекеры я лично использовал одну пачку. Да, да. Я не одну пачку не использую. Одну открыл, попробовал и более не ел. Крекер это жесть. Это просто жесть. То есть, если вы любите что-нибудь кушать с хлебушком, вам надо этим вопросом озаботиться. Однозначно. Крекер в топку. Сто процентов. Ну, на этом все. Всем пока. Всем пока, мы домой. Оставайтесь с нами. Будет продолжение. Субтитры сделал DimaTorzok